итак всем привет кто меня смотрит сегодня я хочу рассказать и показать это как устранить на эски шат вот этого гусачка да вот этот гусачок и здесь шатается здесь я замерял где-то 2 миллиметра есть шат вот он стучит и стучит конкретно но перед тем как я покажу я хочу рассказать немножко за припои да которые я использую потому что часто вы спрашиваете но смотрите это старый у меня еще остался припой это я вот новый стержень купил он похож очень сильно на электрод они из разных цветов есть цвета и оранжевая я беру всегда белые здесь содержание приблизительно ну в этом например содержание серебра 70 процентов вы можете свободно брать вот такие здесь содержание серебра 30 процентов идет или же можете просто обычные брать пруток но он идет без флюса паять можно но если тонкие части вы не запаяете если толстая части да вы запаяете но без флюса она плохо будет паяться то бишь без флюса вам по сути и не надо покупать вам надо с плюсом покупать вот такой вот белый это флюс а в середине это уже идет содержание здесь металлов здесь идет серебро латунь никель и там и пошло и поехало значит берите в принципе содержанием серебра 30 процентов и вам будет достаточно потому что чем скажем так разница в чем будет когда вы припаяете по белому вот по белому у вас останется белая ну то бишь серебро же но белая светлая и вот она у вас останется если содержание серебра меньше у вас будет такая маленькая желтизна идти этим тем более у вас будет только желтая уже я думаю вы поняли естественно вот такой только грелкой можно именно сделать у меня кавеевская если кому интересно кавеевская грелка я уже его не помню номер я как-то вам рассказывал за номер и вот использую вот такие баллоны это большой баллон я заказываю это все можно в найти купить так что там проблем никаких нету все по порядку дальше все расскажу сначала разбираем и потом я показываю и так снимаем от эски гусачок вот этот и мы смотрим и видим что здесь вот видно уже хорошенько проелась с одной и со второй стороны значит смотрите можно было бы сделать вот эти распаять и их немножко сузить но так как она лакирована потому я не буду этого делать чтобы не нарушить лакировку мы это откладываем то бишь мне лучше тогда на парочку сделать вот с одной стороны потом я просверливаю и с другой стороны делаю на пайку сейчас все покажу с обоих сторон я напаял и просверлил просверлил с одной стороны напаял просверлил с одной стороны высверлил и потом напаял с этой стороны и высверлил и все теперь сейчас обработаю на гриндере и все покажу ну вот смотрите даже много нужно еще подточить видите не влезает сейчас еще сточу и перед тем как допустим вообще паять обязательно нужно снимать это допустим если кожаная стоят неважно какие но подушечку надо снять и обязательно снять а пружинка которая здесь идет потому что вы ее перекалите и она не будет работать в принципе все вот подогнано теперь уже не стучит шата никакого нету абсолютно и все все аккуратно все сделано осталось только поставить обратно это пружинку и обратно поставить подушку и все вот таким способом можно сделать все всем пока и до свидания а